Под представительством Акима области Наримана Турегалиева состоялось аппаратное совещание. На повестке дня были рассмотрены вопросы организации весеннепылевых работ, завершения отопительного сезона и подготовки к следующему году. Представители ответственных ведомств и Акима районов доложили о проделанной работе и планах на будущее. В этом году посевные площади региона составят 607 тысяч гектаров, 287 тысяч займут зерновые культуры, 116 – масличные, 194 тысячи кормовые, 9,8 тысяч гектаров картофель и бахчевые. Семенной материал полностью подготовлен и прошел соответствующую экспертизу. В посевной кампании участвуют около 13 тысяч единиц техники. Это 3725 тракторов, 1154 сейлки, 335 культиваторов. В этом году выделены 1,9 миллиарда тенге из бюджета на программы субсидирования растений и водства и оказания других услуг. В таком шаре, что там у вас субсидирование 600 миллионов. 284 миллиона тенге на субсидирование развития семеноводства, 359 миллионов тенге на субсидирование стоимости удобрений, 189 миллионов на субсидирование стоимости пестицидов, 495 миллионов тенге на субсидирование приоритетных культур, 37 миллионов тенге на субсидирование стоимости услуг по водоснабжению производителям сельскохозяйственной продукции. 8,5 тысяч тонн льготного дизельного топлива распределено по запросам. Фермерам выдают его по 238 тенге за литр. Однако сегодня получено всего 1,9 тысяч тонн дизельного топлива, что составляет 22,4% от выделенного объёма. Акимобласти поручил ускорить работу в этом направлении. Согласно новому механизму, в этом году стоимость аммиачной селитры и аммофосных удобрений, производимых отечественными заводами, будут субсидироваться на 60%. Глава региона призвал эффективно использовать господдержку при получении удобрений. Вы знаете, работу, которую проводит государство, есть финансовая поддержка. Поэтому наша задача своевременно подписать договор на удобрения и получить их в срок. На сегодняшний день в область поступило всего 3552 тонны удобрений из 35 тысяч тонн. Возьмите это под свой контроль, Рустем Мулкаевич. Мы получили только 10%. Это касается и всех Акимов районов. На аппаратном совещании был заслушан отчёт руководителя ведомства об итогах отопительного сезона и подготовке к следующему. В текущем сезоне зарегистрировано 1140 технологических неполадок, что в два раза меньше, чем в прошлом году. По словам Мира Самулка, это результат инвестиций и плановых работ. В 2024 году в энергетику из ЖКХ за счёт инвестиционных проектов, коммунальных предприятий и бюджетных инвестиций будет направлено 13,8 миллиардов тенге, в том числе 9,3 миллиарда из республиканского бюджета, 1 миллиард тенге из местного бюджета и по инвестпрограммам 3,5 миллиарда тенге. Акимы Бурлинского, Косталовского, Сырымского районов отчитались об устранении недостатков в отопительный сезон. Глава региона поручил градоначальнику, руководителям всех районов и ответственных ведомств до 1 июня утвердить мероприятие по подготовке к предстоящему отопительному сезону социальных объектов. Проконтролировать завершение работ по ремонту инженерных сетей до 1 сентября. Совместно с коммунальными учреждениями необходимо предоставить информацию об инженерных сетях в Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства до 20 мая согласно первому приложению. Сводный отчет предоставлять еженедельно. Глава региона подчеркнул необходимость организации закупки дизель-генераторов для сел, которые отключаются в случае прекращения подачи электроэнергии с учетом технических возможностей. Также особый акцент был сделан на работу по ликвидации последствий подтоплений паводковыми водами. Акиматам города Уральской районов необходимо очистить водяные скважины, провести профилактические и дезинфекционные работы. Особенно в Акжаикском районе у нас во всех сельских населенных пунктах были затоплены водопроводные сооружения. Поэтому Акиму районов следует держать это на контроле. Главам других районов следует принять во внимание работу в данном направлении. Глава региона заявил, что в результате паводка большая нагрузка была на системе энергетики, поэтому впереди предстоит большая работа. Аким области поставил конкретные задачи перед руководителями отраслей и Акимами районов.